Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Другая Жизнь с Марина Кью. И я бы хотела сегодня поздравить всех девочек с Международным Женским Днём. 8 марта у нас, когда я записываю для вас это видео. Хочу всех поздравить, пожелать, чтобы в вашей жизни всё складывалось самым невероятным образом, чтобы всё получалось легко, классно, здорово, и чтобы рядом с вами всегда были надёжные, преданные люди, хорошие друзья. Замечательный спутник и чудесные детки. Чтобы всё, что вы желаете для себя, у вас обязательно исполнилось. Но самое главное, я вам хочу пожелать, чтобы всё это у вас было не только в этот день, 8 марта. В нашей семье мы уже очень давно этот праздник не отмечаем для нас. Он самый обычный, простой день в календаре. Но, разумеется, словесное сообщение от мужа я получила. Он у нас сейчас в аэропорту, возвращается домой. Сегодня вечером в 12 часов дня ночи. Дети дурачатся. Сегодня вечером в 12 часов ночи. Он уже будет дома. Мы ждём папу. У деток уже начались с сегодняшнего дня весенние каникулы. В школу они у нас пойдут уже только через неделю. То есть, в следующий понедельник. Целых 10 дней мы будем дома. И, собственно, отчасти с этим именно и вызвано моё видео сегодня. Сегодня я хочу на целую неделю, на эту неделю взять отпуск. Где-то просто потому, чтобы побыть больше дома с семьёй. У нас очень много планов на эту неделю. Мы будем делать, я буду делать для вас видео. Но у меня совершенно не будет времени для того, чтобы эти видео смонтировать. И плюс, да, учитывая мои видео, которые я выпускала ранее, многие, наверное, обратили внимание, что я как-то так чувствую себя не очень хорошо. Я даже получила сообщение с просьбой, с вопросом. А всё ли у вас, Марина, хорошо? Вы выглядите не очень здоровой? Вы случайно не беременны? Нет. Я не беременна. Вот мои малыши, они только не так давно переболели. И, судя по всему, эстафету в этот раз получила я. Я ещё держалась, скажем так, последнюю неделю. Но сегодня утром я проснулась с невероятной головной болью. У меня очень болело горло. У меня немножечко поднялась температура. Поэтому, думаю, мне нужно взять некоторую паузу для того, чтобы не только побыть с детками, но ещё и восстановиться. Надеюсь, что через неделю я уже вернусь к вам полностью выздоровевшая. Да, Катеринка, Никитка? Угу. Да. Что ещё я хотела сказать? Да, на этой неделе я смонтировала всё-таки пару видео. Вы увидите там мой нездоровый цвет лица. Мой не совсем, может быть, голос. Да, я не думала, что я так расклеюсь. Вот. И на этой неделе для вас выйдет лишь два видео. Одно видео я расскажу о всё-таки буллинге. Да, вот именно наша ситуация с буллингом. Как у нас всё закончилось. Как мы этот вопрос решили и решили ли. Вот. И ещё одно видео. Так как я и обещала уже очень-очень давно. Для тех женщин, которые находятся сейчас в поиске своего партнёра на сайтах знакомств. Кому это интересно. Со мной поделилась тоже одна женщина своей историей. Она тоже нашла своего спутника на сайте знакомств. Трудность заключалась в том, что она не готова выйти в видеоформат по своим каким-то личным причинам. Но она очень хотела поделиться своей историей. Секундочку. Так. Я выпила немного чая, потому что тяжело говорить. Да. То есть я очень благодарна этой женщине, потому что её история действительно уникальна. Очередной раз подтверждает то правило, что нельзя сдаваться. Любой, возможно, в абсолютно любом возрасте можно встретить своего правильного человека на сайте знакомств. Но самое главное, она поделилась своей историей, как у неё в короткие сроки получилось открыть визу жены. Они её открыли, по-моему, за 8 месяцев. Это действительно удивительно, так как, как правило, на визу такого плана одобрение понадобится примерно 2 года. Но у них, да, получилось за 8 месяцев. Она уже проживает в Америке. И я думаю, что эта история будет вам интересно, полезна. Да. Но, к сожалению, мне очень долго по времени понадобилось для того, чтобы сделать этот формат. И я его всё равно сделала не в том виде, как я бы хотела. Потому что это просто очень-очень трудно. Очень-очень трудно. И я бы хотела обратиться ко всем девушкам, женщинам, кто приехали также в Америку по визе невесты, либо по визе жены. И вы хотели бы поделиться своей историей. Тоже свяжитесь, пожалуйста, со мной любым удобным для вас образом. Напишите мне как-то в личные сообщения. Мы обязательно с вами созвонимся, пообщаемся, договоримся, когда мы смогли бы с вами сделать видеоформат. Пожалуйста, видео. Потому что я поняла, что делать вот такой вот формат для меня очень-очень и энергозатратно, и по времени тоже очень много. И не получается у меня таким, как мне бы хотелось вам, для вас его сделать. Вот. Даже учитывая то, что я приболела, всё равно некоторые дела по дому мне нужно выполнить. Но мне сегодня в помощь будут все мои маленькие помощники. Ну и большой тоже. Рома тоже дома. Рома закончил уже эту четверть. Слава богу, у него все очень-очень хорошие оценки. Ну очень, да, для мальчишки. Для мальчишки у него все, скажем так, твёрдые четвёрки, да, у него B. Единственный момент, что я знаю, он мог бы сделать и A. У него бы с лёгкостью могло получиться даже 5 баллов по каждому предмету. Учителя тоже в этом плане говорят. Говорят, что он мальчик очень умный, он схватывает всё очень быстро, но он делает всё в последний момент. И из-за этого он где-то торопится и даёт неверные ответы. И он бы с лёгкостью мог бы иметь и пятёрку. Поэтому мы сейчас с Ромой, конечно же, работаем в этом направлении. Нам объясню ещё почему. Нам тоже очень важно, чтобы у него была хорошая оценка. Это тоже очень связано со страховкой, то есть с финансовыми вопросами, которые будут в нашей семье, если у него будет очень низкий грейд, да, вот оценки, если у него будут низкие. Вы ведь знаете, да, что Роме уже получается 14,5 лет, 16 лет в Америке уже можно сдавать на права, уже можно водить автомобиль. И страховка очень-очень высокая для новых водителей, да, тем более такого возраста и тем более, как говорят мальчикам. И для того, чтобы у нас была возможность немножечко меньше платить за страховку, нужно предоставить его хорошую успеваемость. Вот в следующем году он уже пойдёт в старшую школу и эти оценки нам уже понадобятся в тот момент, когда мы будем подключать его к нашей страховке, когда человек будет его подключать к нашей страховке, потому что брать отдельную страховку в его возрасте, в его 16 лет, это будет очень-очень-очень дорого. Если мы его будем подключать к нашей страховке, это будет существенно ниже, но не так, как бы нам бы хотелось. А больше информации я вам расскажу на тот момент, когда мы уже этим вопросом будем заниматься вплотную, пока я тоже только информацию эту узнавала и действительно так и есть. Для того, чтобы максимально помочь родителям, да, снизить страховку, чтобы мы оплачивали меньше за страховку, всё, что он может сделать от себя сегодня, это получать хорошие... Оценки, потому что они нам потом понадобятся. Действительно, страховую компанию нужно будет предоставлять табель его успеваемости. И если у него будут оценки низкие, нам это не поможет, тогда страховка будет, ну, как бы, скажем так, заоблачной. На данный момент мы с мужем платим 220 долларов в месяц, но у нас, это уже включаются, да, две наших машины и ещё у нас имеется лодка. А страховка, когда в доме появляется молодой водитель, может вырасти раза в два, а то и больше. Вот так, ладно, сейчас мы с детками приступим, будем выполнять кое-какие дела по дому. Ну, если интересно, присоединяйтесь. Вчера целый день я наводила порядки вот здесь, в моей кладовке. Вот так только закончила наводить порядки. Ещё здесь надо будет вот подмести, буду ещё сейчас мыть полы. Детки будут наводить порядки в своих комнатах. В доме мы уже сделали стирку, уже раскладываем вещи, детки их отнесут. Затем Рома у меня тоже пропылесосят во всех комнатах, поможет мне помыть полы. Таким образом, у нас не запланированно получилась генеральная уборка. Сегодня будут подключаться все в помощь к маме, потому что мама вот сегодня сдала, скажем так, свои позиции. Творог у меня готовится. Помните, я делала видео вчера, снимала, во всяком случае, вчера. Да, тоже делаю, наконец, творог. Детки тоже его уже ждут с большим восторгом. И мне осталось ещё, я его только поставила, ещё целых 2 часа и 25 минут. Ребят, всем большое спасибо, кто присоединился ко мне в этом видео. Жду вас на следующей неделе. Жду вас на следующей неделе. Возможно, даже сделаем с вами прямой эфир. То есть, какие у вас планы на следующий вторник. Какое-то у нас будет число. Подождите. Так, посчитала. Это у нас будет с вами 19 марта. Хочу пригласить вас всех 19 марта в 8 часов по Киеву ко мне в гости на прямой эфир. Если у вас есть желание, ставьте себе напоминалочку, готовьте вопросы. И увидимся с вами уже совсем-совсем скоро. Я обещаю, что буду лечиться и приду к вам с новыми силами, полностью выздоровевшая. Во всяком случае, так надеюсь. Всё, ребят, всем большое спасибо. И увидимся с вами в моих следующих видео. Пока-пока. Да, что случилось? Засидела ножку. Да, у меня тоже. У меня тоже так бывает. It's okay. It's fine. Давай. Хорошо. Позовёшь ещё Рому? Скажешь, что маме здесь нужно помогать. Хорошо, принцесс? Хорошо. Спасибо. Аккуратно. Никита! Ты относишь вещи свой?